Только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы. Понимаете, человек приехал решать проблему своего родного города, нашего с вами родного города. Давай, давай, бибикайте, давай. Давай, давай, сейчас. Ну вот такого откровенного жлобства я не видел. А почему Полтавченко так плохо думает о своем народе? Почему он решил, что его с Медведевым машину освистали какие-то жлобы? В таких машинах обычно бронированные толстые стекла. И изнутри ведь не расслышишь, а может это было ликование, вопли радости, приветствия. Да и всякие пальцы можно сложить по-разному. Например, вот так. Виват, Виктория, Победа. Именно для того, чтобы жители города, осчастливленные легким касанием сакральной власти, могли издали ее поприветствовать, на главных правительственных магистралях есть так называемая средняя или выделенная полоса для спецмашин. Кстати говоря, изобретение это не новое. Еще николаевских времен. По средней полосе между Москвой и Петербургом курсировали многочисленные экипажи с важными чиновниками. И об этом писал еще известный русофоб Астольф де Кюстин. Чуть дальше увидел я фельдегеря, либо какого-то иного ничтожнейшего правительственного чиновника. Выскочив из своей кареты, подбежал он к одному из кучеров и стал жестоко избивать его кнутом, палкой и кулаками. Несчастный же, якобы недостаточно быстро посторонившийся, позволял колотить себя, не выказывая ни малейшего протеста или сопротивления, из почтения к мундиру и касте своего палача. Может быть, Полтавченко считает, что ненавидит не его, а премьер-министра, с которым он ехал в одном лимузине, потому что и мигалка поярче, и стражей побольше. Тогда ему надо было самому лично оказать знаки внимания, но как-то отвлечь важное лицо от посторонних звуков. Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек под градом, тек с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал, «Ах, господин барон, мы служим государю не по-вашему». Сигизмунд Герберштейн, 1557 год. Очевидно, встречу кортежа Полтавченко представлял себе по-оперному, по-петербургски, культурно, как в опере «Аида» в Мариинском театре. Вот смотрите, фараон в чем-то похожем на мигалку, звучат клаксоны. И более того, при приближении фараона подданные показывают всякие пальцы, и никакого криминала. Православный губернатор, похоже, питает любовь ко всему римскому и египетскому. Вот на его приеме дети, крашенные серебряной краской, не ропща сидели замурованные в нержавеющий бассейн, изображали духов ветром и свистели чуть слышно, как духом и положено. Поскольку они были помещены в коробке, то никаких пальцев видно не было. Так что губернатор Полтавченко абсолютно неправ. Народ искренне любит своих властителей. А если в толпу и затесались неблагодарные жлобы, то это завистники. Потому что родители этих жлобов ездили на троллейбусах, а сами жлобы на мерседесах, пусть и поплоше, чем у премьер-министра. Кстати, родители этих жлобов свозили сюда, на Боровицкую площадь, приветствовать различные партийно-правительственные делегации. И ничего, махали флажками и не обламывались, и пальцы разные не строили. И никаких пробок, и клаксонов не было, потому что и машин там в Москве не было. А кто вам эти машины дал? Власть. А вы неблагодарные, некультурные жлобы. Вот посмотрите, уж как им не нравятся поджигатели войны президент Никсон. А стоят себе и приветствуют. Покультурнее надо, как в Северной Корее, что ли. Или, например, в подмосковном Обнинске. Вот кортеж Медведева подъезжает к специально отобранной публике. Прислушайтесь к голосам за кадром. Сколько в них тихой любви и нежности. Ого. Это все милиция, папа? Алло. Мам, Медведев сейчас приехал, сейчас буду курсить. Ну, пока. Желицы идут, папа. Тихо, Саша. Какие милиции. Да стой ты молча, сиди. Так надо. Но даже к самым бесчувственным согражданам наше правительство проявляет особую чуткость. Управление делами президента решило, отныне президент и премьер будут перемещаться над Москвой и Петербургом исключительно на вертолетах. Это, конечно, немного дороже. Но, с другой стороны, под шум винтов ведь не услышишь. Хвалу или хулу тебе возносят подданные. И опять же, с высоты не видно. То ли тебе пальцы всякие показывают, то ли это Россия поднимается с колен, то ли и вовсе народ безмолвствует. Спасибо губернатору Полтавченко. Вовремя просигналил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok